Приветствую тебя, дорогой Лак, приветствую вас, дорогой Ксай Магомедович, приветствую ваших подписчиков и всех зрителей, кто будет смотреть наше видео. Да, и особенно мои картины пусть посмотрят, там ангел-велосипедист, а это мне Роман Газенко, мой друг, сказал, что это колеса сансары, колеса судьбы. Так что сегодня посмотрим. Я, кстати говоря, три раза был у вас в гостях, первый раз, когда лавина была, я приезжал, помогал семьям погибшим в Кармадоне, второй раз меня приглашал в министерство хранения, я был в Беслане, и третий раз я был в Беслане, когда уже готовил специалистов, психологов. Да, так что и знаю Большой Бок, Большого Бока знаю, и пироги осетинские знаю хорошие. Так что вот такие дела. Ну, видите, вы к нам по печальным поводам все приезжали, к сожалению. Но пироги-то были осетинские. У нас пироги всегда есть на столе, и по печальным поводам, и по праздничным, количество их варьируется. Когда какие-то поминальные дни, то два бывает, когда такие нормальные, то три радостные. У нас своя сохранилась сакральность, так скажем, ну, обычаи, традиции, еще дохристианские, доаврамические. И как-то люди этим следуют. Скажите еще обычаи, какие у вас интересные? Так, у нас же свое какое-то некое религиозное мировоззрение, которое еще было до прихода абрамических религий. Оно повсеместно, по всей видимости, на Кавказе было. Но вот у нас как-то сохранилось фрагментарно. И оно сохранилось в традициях, в обычаях сохранилось. Сохранилось в каких-то ритуалах, там, свадебных, похоронных и прочее. Ну, у вас религия какая вот в основном, вот, религия христианская или мусульманская? Или она то там, и то там она своя? Ну, в следующий день, как бы, официально считается, что христианская. Плюс еще есть, ну, некоторые районы, где ислам превалирует, да? Ну, как, знаете, как один наш ученый сказал очень хорошо, мне это понравилось. Остины, говорит, христианство, как рубашку одели, говорит, но к телу, говорит, она не приросла у них. Мне интересно, да. Да, то есть, как бы, по бумагам отчет такое, а по факту, вот, люди придерживаются своих традиций. Ну, большинство, по крайней мере. В любом случае, остины, которые пирога на стол ставят, это все апелляция к доаврамическим всяким культам разным. У нас было Единобожие, считалось, что есть единый Творец всей Вселенной, да? И он непознаваем, невыразим, да? Ну, вот это вот все во всем некое, да? Там природа, его свет и все прочее. И вот он сотворил, сначала сотворил своих помощников, небожителей, там, ангелов, если брать, да? Христианскую эсхатологию. Потом вот из, там, огня сотворил человека. То есть, это целая мифология, которая описана у нас в Нардском эпосе. Полный академический, как сказать, это семь томов, Нардский эпос, да? Он такой очень большой объем информации, большой плац. И там описано это мировоззрение. А эпоса у нас есть три. То есть, общеизвестный он Нардский эпос, но есть еще два эпоса, которые менее известны. Есть там Доридзанта, так называемый. Доридзанта – это история битвы титанов, но глазами проигравшей стороны, глазами титанов, да, так скажем. Потому что в греческой мифологии описано глазами победившей стороны олимпийских богов, а есть, как бы, глазами другой стороны. Потому что считается, что вся эта история происходила где-то в районе Кавказа. И почему Прометея наказали и приковали именно на Кавказе, а в нашей мифологии этот Прометей назывался Амран. Есть мифы про Амрана, про Амирани в грузинском варианте, да? Что вот он тоже был прикован цепями в пещере. Правда, он был прикован в районе селения Гори. Ну, сейчас уже это город Гори, такой сейчас на территории Грузии есть. Такой миф есть, что вот, как бы, Амирани, Амран, вот он прикован за то, что дал людям искру некую, да, некий вот этот, то есть, обожил их, да, то есть, дал им то, что есть у богов. Прометей же, он же не огонь украл с неба, он украл с моб искр. То есть, в дословном переводе он искр украл. Это искр, это вот есть то, что делает человека человеком, некий дух такой. Вот он им за это дал, и за это он был наказан. И прикован он был именно на Кавказе. Почему? Потому что считалось, что именно там он им этого его дал. И вот, чтобы на глазах у этих людей его наказали демонстративно. Ну, вот как раньше героев любых народных старались казнить именно на территории проживания этого народа, чтобы показать им, что, дескать, что с вами со всеми будет, если вы против нас восстанете. Вот поэтому мифы про Метея и про Амрана. А есть еще третий цикл, называется Царсята, он даже на русский язык не переведен. А там описано Космогония. Очень похоже на всю историю, как у Дагонов была очень древняя история. Это некий такой вот Царсята, это вот народ, не знаю, люди, жившие в Южной Осетии. Там эта территория была как-то вот уничтожена, там развалины раскапываются. И у них своя мифология была. Там описано Космогония в основном вся, откуда прилетели, с каких там звезд. Там апелляция идет к созвездию Ориона, что считается, предки прилетели оттуда, именно туда. Ну, вот такая вот, короче, три таких эпоса вот у нас есть. И, соответственно, на них вот люди опираются, живут. Поэтому у вас больше всего Советского Союза героев. Там по статистике, поофициально, я так считал, что больше всего из-за сети. Сейчас 20 тысяч практически уехало добровольно на фронт. Это же с чем связано? Это с мировоззрением связано. То есть, мировоззрение, которое человек воспитывался на этом нардском эпосе, считалось, что главное, что нужно стяжать в жизни. Вот люди сейчас стяжают деньги, материальные блага. Считалось, что стяжать нужно славу. А славу стяжает человек как? Подвигом, жертвуя себя, борясь с несправедливостью и со всеми остальными вещами. Везде в нардском эпосе это просто красная линия проходит, что нарды сидят, до них доходит слух, что где-то там кто-то ведет себя несправедливо по отношению к людям. И они собираются, идут в поход. И дети-то слушались с детства, понимаете? Это же как программы в голову им накидывались. И когда они вырастали, они хотели быть похожи на этих героев и тоже стремились к подвигу. Просто считалось, что в астинском языке вот наша жизнь называется иллюзорный мир, манг-дуне. А вот мир, который попадаешь после смерти, называется ассак-дуне. Реальный мир, настоящий. И поэтому люди особо за жизнь не держались. Понятно. Вот еще говорят, что Сталин был ассетином. Это правда или это пока непонятно до сих пор? Дзюгаев – это большая фамилия астинская. Вот если, например, когда ассетин огрузинивали, астины, которые остались на территории Южной Осетии, они же там в состав Грузии попадали очень часто, да, и их огрузинивали. А огрузинивают каким образом? Они прибавляют к фамилии Швили окончания. Швило – это сын. То есть я вот, например, Мамиев, они бы написали мне фамилию Мамиашвили. Вот у нас глава Федерации борьбы есть, да, фамилия Мамиашвили. Это вот как раз тот вариант Мамиев, которому одному из его предков огрузинили его и Швили дописали. Вот эти вот Швили – это вот есть огрузиниванные там в основном астины, ну и разные другие народы. Они огрузинивали так. И, соответственно, Джугашвили – это Дзюгаев фамилия. Дзюгаев – большая фамилия, она как бы известная, много представителей ее до сих пор. Там у них Дзе на конце есть, и Швили есть на конце. То есть Ули есть, Ули там есть еще, да, там разные у них есть окончания, там Менгрелы, там разные. Это же такая солянка. Да, да, да. Грузия – это же солянка разных народов, племен, вот, в общем-то. Как европеец, вот типа такого. А у нас грузинка была Вера Варламовна из Грузии. Она была женой нашего министра Кураева, который Кураев был, дядя Наби Кураев был наш сосед в доме писателей на Гаджиево-Трих, где мы жили в Махачкале. Да, и она была акушер-гинекологом, профессором, и она меня учила акушер-гинекологии, когда учился в мединституте. И у нас очень много грузин было, приезжали учиться в Дагестан, потому что она, ну, наверное, потому что были связи такие. Вообще Дагестан очень интересна, и Осетия очень интересна в том смысле, что наши взаимодействия культурологические, культурные, какие на сегодняшний день? Между Дагестаном и Осетией, Аланией. Есть ли у вас информация? Нормальные всегда взаимоотношения были. Дагестан мне почему всегда нравился, это такой маленький СССР, знаете, вот это разные народы, причем разные настолько, многие же люди не знают, что они из разных языковых групп народы, да, то есть вообще друг друга не понимают. Вот это умение жить вместе, да, как-то соседствовать, не враждовать, это же, ну, большая, как сказать, выстраданная народом черта характера очень. Это очень сильная вещь такая. Ну, вот интересно, вот какой момент. Мы жили все в Советском Союзе, мы были как бы единой семьей, но Союз же распался, а не потому ли он распался, потому что все-таки были какие-то скрытые корни неудовлетворения за счет механического взаимодействия культур. Может быть, нас заставили дружить, а если мы дружили свободно, вот я помню, Ленин писал, что свободное соединение республик, а когда сделали их насильным соединением, может быть, вот сегодня, может быть, идет в мире разбор, когда вы хотите быть свободным насильно и когда вы хотите быть свободным естественно. То есть, я, наверное, могу запутать нашего зрителя, потому что, когда человеку плохо, у него нет времени на выслушивание всякой философии, ему хочется сразу что-то полезное, практическое, поэтому и ТикТоки и все прочее очень сокращенное время дает, чтобы развивать у людей. Ну, видимо, современность развивается в направлении быстрого соображения у людей. Они быстро, это клиповое сознание. Они не могут читать длинные тексты. Вот эти люди... И, в конце концов, выучиваются быстрее соображать. Ну, они никак быстрее соображать. Это же, понимаете, сложное решение, как принимать. Если ты не умеешь читать сложные тексты, ты не можешь сложно думать, это мозг очень сильно упрощается. Это реагирование. Это вызывает у тебя эмоциональную реакцию. Не интеллектуальный отклик какой-то, а осмысление полученной информации. Такого же нет в ТикТоке. Ты же ничего не осмысливаешь. Ты просто эмоционально реагируешь. Они доят твою эмоциональную нервную систему, знаете, там, в позитивном ключе, в негативном. Понятно. Я заметил, что когда мне понадобилось в ТикТоке сделать несколько выпусков, и мне ограничили время, что там надо буквально 2 минуты, 3 минуты, больше и так далее, то я стал больше сосредотачиваться, как бы выпустить, чтобы меня больше смотрели, и стал больше головой работать, как бы правильно сказать, как бы... То есть для многих людей, может быть, это развивающая система, потому что иначе они туда-там просто не попадут. А вот когда я стал спокойнее говорить, и что-то там стал философствовать, в надежде, что кому интересно меня послушают, так резко сократились, посмотрим. Такой вопрос стоит, какая цель у вас стоит, понимаете? До кого вы хотите достучаться? Кто ваша целевая аудитория? Это же надо тоже понимать. Потому что мы можем с вами раздеться, понимаете, без трусов там махать какие-нибудь под музыку, и в ТикТоке будем собирать миллионы просмотров. Ну а нам это надо? То есть цель в чем? Вот мне то же самое говорят, у меня вот есть друзья, которые мне помогают, что вот надо ТикТок, вот этот формат, понимаете, клоуна развлекательный. Я говорю, ну а зачем эти люди тогда нужны? У них уже такое сознание. Те вещи, которыми мы занимаемся, они будут неинтересны. Ну неинтересны. Это тип строя психики. Вот если раньше люди делились по государствам, обратите внимание, они сейчас начали делиться по социальным сетям. Одни сидят в ТикТоке. Это когда мне человеку говорю, как в какой ты в социальной сети сидишь? Я сразу понимаю, что у него в голове. Другие в Одноклассниках, третий в Инстаграме, четвертый в Фейсбуке, пятый в Телеграме. И можно понять, что более интеллектуально это в Телеграм, какой-то там Ютуб, ну и соответственно там по нисходящей. То есть так уже люди разделятся будут. И каждый находит свою нишу, что ему интересно. То есть человек, которому интересно, не какой-то пища для ума. То есть в Ютубе, в Телеграме ты пищу для ума получаешь в основном. А тебе интересна эмоциональная реакция какая-то. Тебе нужно, потому что в твоей жизни все скучно и неинтересно, чтобы кто-то подоил твою нервную систему. В хорошем ключе, в плохом, рассмешил или наоборот там испугал чем-нибудь. Вот ТикТок тебе, пожалуйста. До этого это Инстаграм выполнял функцию, он даже заблокированный сейчас. Все. То есть это люди, которые эмоционально реагируют, неинтеллектуально. Вот в чем проблема. Ну а кто целевая аудитория? Вот мне тоже говорят, надо эти трехминутные-минутные ролики. Говорю, ну что ты можешь сказать за минуту? Ну хорошо, можно сжать, можно в программе ускорить скорость встречи, можно какие-то субтитры добавить. Но даже этот человек, ему неинтересно будет дальше. Допустим, я сейчас скажу короткую вещь, которую я продумывал, чтобы поставить ТикТоки в последний раз. Людям свойственно, когда они напрягаются, вот так вот шею втягиваете, и поэтому мама часто детей ругает. Сядь нормально, сядь, а ему тяжело. Поэтому я говорю, слушайте, мама, папа. Если вы видите, что человек инстинктивно так делает, так попросите его, чтобы он так делал, как упражнение, несколько раз до ответственной работы, и он тогда будет делать вот так осознанно и вырабатывать у себя психологическую устойчивость. Потом будет, когда сидеть напряженно, он будет меньше вот так плечи втягивать, и голова будет лучше работать. Вот коротко я сказал. Но для того, чтобы вот это коротко сказать, я могу еще короче это сказать. Я могу сказать все инстинктивные действия, стучать пальцами, чесать ухо там, глотать пирожки, когда ты кушаешь, считаешь что-то, чтобы снимать напряжение, что человек делает инстинктивно. Если это делать осознанно, например, сидеть и вот так делать некоторое время, ну, допустим, полминуты, то ты пройдешь в ослабленное состояние. То есть инстинктивные действия, если делать механические, если делать осознанно, сознательно, то человек развивает креативность мозга и становится психологически устойчивым. Ну, допустим, я вот такие вещи буду рассказывать, и кусочки из них попадают в ТикТок. А это мне требовало жизненной работы. Не только моей жизни, но еще нашей школы, человек будущего, хомофатуроз, собирать, думать, как обмениваться мнениями, проверять и так далее. Таким образом, получается, что чтобы сделать маленький кусочек, чтобы ТикТок попал, и чтобы тебя смотрели, надо большую работу сделать. И мы все равно... Может, не случайно, вот такие возникают в интернете требования. Хотите, чтобы вас смотрели? Дайте ярко, четко, понятно для всех за одну минуту, к примеру. Не поэтому возникают. Они возникают из-за программных возможностей. Потому что проблема идет с хранением базы данных, этих big data. То есть такие возможности, как есть у YouTube, например, они практически ни у кого их нет. В чем проблема? Почему наш YouTube не тянет? Потому что у нас нет технических возможностей. Понимаете? Почему TikTok начал с минуты, потом на трех перешел? Из-за хранения этих big data. Ну, представьте, миллиард китайцев, да? Плюс еще какое количество там пользователей этого TikTok есть. И все каждый день туда скидывают какую-то информацию. Где это все храниться должно? Там проблема в big data идет. Когда у них будет возможность расширить, они будут расширяться, естественно. Сначала сделали минуту, теперь сделали три минуты. Сейчас, когда у них увеличатся технические возможности, они, может, сделают, не знаю, 10 минут, еще сколько-то минут будут делать. То есть, ну, YouTube они не могут... Да, это вот мы сможем в кратковременном времени. А если смотреть с точки зрения высоты, как бы с Божьей высоты, если смотреть на историю эволюции, развитие человечества, то там, в принципе, много людей на земном шаре. У всех у них свои вкусы, свои времена, свои религиозные обряды, свои там, что им нравится, что они нравятся, чтобы они не конкурировали, чтобы они не дрались, не убивались. Тогда было сказано, любите ближнего. Как технология, чтобы войн было поменьше и так далее. Потом тысячелетия прошли, снова новая религия возникла, тысячелетия прошли, новая религия возникла. То же самое, любите ближнего, говорят другими словами. То есть, чтобы люди при своем развитии, чтобы цивилизации, они чтобы получали на новом уровне новые понимания того же самого вечного. так вот вопрос заключается в том, что может быть и с точки зрения сверху, если смотреть на Землю, может быть и ТикТок, может быть и Ютуб, может быть это все временные факторы исторические, которые в целом стратегически развиваются на ускорение развития человека. Не, ну в любом случае скорость увеличивается. Скорость просто в мире увеличивается всего. Скорость просто технологий, скорость мышления у людей должна увеличиваться. И тут же возникает большая проблема, на мой взгляд. Вот там сказали, любите ближнего самого, как самого себя. Тут же самый главный вопрос, а что такое любовь? Я вот когда людям про это говорю, мне первый вопрос задают, а что такое это любовь? Вот можете объяснить? Это буддизм, в буддизме это все переживание, сострадание. Это сострадание, это не любовь. Они понимают по-своему, поэтому у нас в школе Человек будущего совместно люди из многих стран мира создают науку человечности, где любовь, сопереживание, сострадание, чувство бесценности живого, коллективное творчество или счастье быть собой. Вместе мы по критериям науки определяем эти понятия, потому что оно сейчас именно потому, что все понимают по-своему, очень расплывчато. Любовь, один, понимает так, как вы сказали, другой так понимает, и никто не понимает. Когда вы еще сказали, Бог един, имели в виду создание единого понимания, единого языка. И сейчас нужно уже на основе научных критериев определять понятия, чтобы опять было единство. Что такое любовь, что такое сопереживание, сострадание, чувство бесценности, чувство бесценности живого, вот эти понятия определить все вместе. И самое интересное, совместное определение этих понятий по критериям жестким, научным, как раз таки и развивает в людях утверждение, что человек должен быть человеком, у него есть только один выбор. Быть человеком в критической ситуации, ну, подобраться животному, инстинкт самосохранения, или все-таки быть созидателем, творцом. Ну, сказано же, человек творец. А нам помогает только страх. И вот способность побеждать страх и переводить энергию стресса на свои новые достижения, это как раз таки человек будущего, это как раз таки в школе человек будущего мы этим занимаемся, определяем эти понятия и занимаемся выработкой тех навыков, вот как со скоростью инстинктивных, защитных реакций создавать новые идеи и изобретения. Вот это человек будущего, чтобы со скоростью инстинктивных реакций и выживания создавать, генерировать изобретения, то есть по существу. Почему? Потому что шаблонное мышление, которое было раньше, повторяю, пока не получится, требует нового подхода, дополнительно, значит, подбора путем перебора то, что вам подходит сейчас, чтобы снять напряжение, то есть метод куча, чтобы мы могли, вот что такое человек будущего, это человек со скоростью инстинктивных реакций, который способен созидать, а не только защищаться, иначе мы все вымрем, потому что скорости увеличиваются. Да, то есть практически на потоке жить, на потоке выдавать какие-то... Использовать энергию страха, вот у нас последняя книжка, как раз я покажу на всякий случай, если кто не видел. Последняя книжка совместно со школой написана, вот новые приемы метода. Ключ там написано, белые стороны, черные дыры страха. Вот внизу написано. Оказывается, страх, это как короткое замыкание, оказывается, такой там потенциал, вот там как раз такие бежит, это как черная дыра, это то, что вот откуда мы возникли, все, как говорят, из черной дыры возникла вот эта вот весь мир и так далее, вселенная. Но это кто знает, это теория разная. Но вопрос в том, что оказывается, можно, когда человек испытывает страх, а я это знаю, как никто, потому что у меня титан стоит там, позвонок у меня влетел в спинной мозг, я упал на гололёде, и так получилось, что 7 часов меня оперировали. Страх у меня постоянный, я вот, когда погода меняется, страх, судороги и так далее, я не могу в этот момент сосредоточиться, страх у меня постоянный, поэтому я и придумал это, как использовать энергию страха, как в айкидо перенаправить её на решение каких-то проблем, я после, я ловлю страх, я кайфую от страха, я получаю от стресса чувство, чувствую, что вот после этого стресса у меня дела пойдут лучше. Поэтому эти дела надо заранее планировать, и когда стресс поймаешь, сразу вспомнить эти работы, которые у тебя не выполнены. Да. Энергия переходит туда, в мост, мост так работает, извините. Страх, это мощнейшая вещь вообще, мощнейший инструмент. Мне тоже нравится, честно, вот то, что вы рассказываете, я прекрасно вас понимаю, о чём речь идёт. Ну, потому что у вас от природы это есть. За страхом сила прячется. Вот, когда вам что-то страшно, вот там какая-то сила, значит, за ним. Это вот какая-то защитная реакция, но за которую какая-то энергия есть, какой-то ресурс есть дополнительный. Ну, конечно, потому что собака побежала за человеком, он такой забор перепрыгнул, который раньше ему в голову не представлялся. А потом, когда ему говорят, перепрыгни сам без страха, он не может. А вы как раз занимались тем, чтобы он смог без собаки перепрыгнуть. Да. Ведь любой корень, в корне страх, это же страх смерти, правильно же получается? Конечно, конечно. Да. Никто не знает часто своей смерти, но никто его и не пропустит. И в этой неопределённости между да или нет раскрываются наши человеческие возможности. Потому что именно там есть, когда человек находится в этом состоянии, быть или не быть, как раз таки вот проявляется человек. Герой он или подавлен будет страхом. Вот там он и проявляется. Ну, много героев, я очень так горжусь, что у вас в Осетии много героев. Потому что они тоже много героев, у нас и волшебель был. Очень много героев, да. Мой папа тоже ездил на войну с 19 лет, поехал. Он капитан. У нас очень много героев. Это воспитываемая же вещь, воспитываемая культура, мировоззрение. Это мировоззрение, в первую очередь. Презрение к смерти. Это понимание того, что после смерти есть жизнь. Ведь войн, это не его отношение к жизни, это его отношение к смерти. Он понимает, что смерть, это всего лишь переход куда-то, к предкам, еще куда-то, в рай. Если он в это верит по-настоящему, то он не будет бояться смерти. А если он не будет бояться смерти, смерть начинает бояться его. Это к вопросу преодоления страха. И вот это мировоззрение нас и вышибает. Это вопрос между страхом и свободой. Очень важный вопрос. Я предлагаю, если вы не возражаете, однажды подумать об этом, договориться о встрече, страх и свобода, любовь и жизнь. Над этими понятиями, чтобы мы вместе все подумали над этим, задумались над этим. Знаете, нам надо как сделать. Нам надо сделать прямой эфир в телеграме и в ютубе, чтобы люди тоже собрались и вместе мы все подумали. Так будет интересно. Живое общение. Ну да, да, да. Чтобы мы прямо в телеграме это устроили. Ну, в телеграме эфиры я вот делаю в телеграме. Там сотни людей бывают, да тысячи людей бывают одновременно. Ну, отлично, договорились. Не будем тянуть как-то за хвост, как говорится. Не будем откладывать долгий ящик, как говорится. Кужа, пока уже горячо. Хотя с другой стороны, говорят, поторопишься и людей распишешь. Ко всякому случаю есть пословица. И во всем этом надо разобраться. Спасибо, Валан. Да, скорость. Будем увеличивать скорость нашего мышления, друзья. Так что с Валаном встретимся скоро. Ну, какие вот ваши главные советы были бы по поводу этого человека? Как вот ему в глаза научиться своему страху смотреть? Вот я просто тоже такие же обучающие программы веду. И вот страх, это вот как бы первая преграда. Я вот сам с детства, ну, не знаю, вы как психолог, наверное, знаете, когда человек попадает в осознанные сновидения. То есть во сне понимаешь, что он спит. Да, знаете, такие истории бывают, состояния такие, режимы сознания, так скажем. Как я вот с Геннадием говорил, что он там познакомился и прочее. И, соответственно, я тому тоже людей учу там как-то в эти состояния попадать. И первая преграда естественная, которая попадает в эти состояния, человек испытывает страх. То есть единственная вещь, которая мешает человек попадать в эти состояния, это страх. Это страх. Обычно, как мы этим разбирались уже, ну, я не знаю, сотни людей вот так вот прошло уже. Это в детстве человек куда-то попал, что-то увидел, что-то его испугало. Нет, это вторично, вторично. Страх, он лежит в генетике. Это естественно. Это вторично. Страх возникает тогда, когда обрываются связи ориентирования. Когда ты не знаешь, вот, ну, короче, выходишь из равновесия гомеостаза. А иррациональный страх когда бывает? Ну, нет, иррациональный страх. Давайте мы на эту тему поговорим серьезно, потому что мы сейчас, если будем за одну минуту решать такие глобальные вопросы, потому что мы с вами можем действительно полезное дело сделать для всего молодого поколения и для всего человечества и для всех и каждого, если мы на самом деле понятие страха разберем, коротко, быстро и понятно для всех, чтобы все с этим могли согласиться. И как его преодолевать, и как его использовать, эту энергию, для своих достижений. Вот это будет очень важно, потому что это тогда мы будем формировать образы человека будущего. Да. Потому что он должен, потому что человек будущего, попадая в неопределенность, должен моментально реагировать на нее, выработка адекватных решений. Вот это мы будем делать с вами тогда, как вы предлагаете в инстаграме, да? В телеграме. В телеграме. В телеграме, да. Я их путаю немножко. Старый человек, что с него возьмешь? Вот с другой стороны это вказский мудрец. Сто процентов. Старость. Чем старше, тем уважаемее. Так что, может быть, даже без особой любви, но с интересом, если обратяться, это же тоже интересно, да? Внимание. Внимание – это то, чем сегодня пытаются вот эти вот манипуляторы всемирные, глобальные, какие-то там платформами своими управлять. Вниманием человек. А мы будем говорить… Там и ци, да? Китайцы же так говорят? Где внимание, там и ци. Ну, правильно, правильно. Там и сознание. Еще говорят терпение. Будь терпелив. Река Янзы вынесет на берег твоего врага. Ну, вы, друзья, не терпите, потому что мы скоро с Аланом нашим дорогим встретимся. Да, в Телеграме. В Телеграме. Поставите ссылку на мой Телеграм-канал, я вам сейчас скину под видео, да, в Ютубе. Добавляйтесь на канал, и на следу на новой неделе мы сделаем. Я думаю, эти дискуссии надо делать, будет интересно. Но в прямом эфире, чтобы вы могли задавать вопросы, чтобы было интересно. Отлично, отлично, отлично. До встречи. Спасибо, обнимаю. Ты когда-нибудь мне пришлешь подарок блины, пироги, пироги осетинские. Всего доброго. Да, будем ждать следующего лета. Но мы... А чем лето? Вы же в Москве живете, мы вам в Москве организуем. Ура! Все, спасибо. Я тебя уважаю и без пирогов. Давай, обнимай. До связи. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.